11 картин, они все настолько разные и настолько они такие колоритные. И на первый взгляд, мне даже задавали вопрос, а как эта или иная картина оказалась на Шукширском кинофестивале. Вообще такая небольшая панорама российского кино этого года. Посмотрев ее целиком, вместе с коротким метром, кстати, я бы рекомендовал. Жаль, что нет программы документального кино, еще и документальное кино было бы здорово посмотреть. Например, можно дать некую оценку и понимание того, что интересует сегодняшний кинематограф, о чем снимает. И вот эта программа полнометра, одна тема, где все 11 фильмов, это конфликт поколений. Конфликт отцов и детей, конфликт между старшим и младшим поколением. Это одна тема, которая объединяет все фильмы. Сегодня скорости настолько увеличились, что разрыв поколений уже порой не в 20-30 лет, а разрыв поколений порой уже может быть даже в 5 лет. То есть скорость гигантские стали. Поэтому нужно просто реально успевать и понимать вообще, в каком мире мы живем. И если ты не догоняешь, то все. Название Шукшинского кинофестиваля «Нравственность есть вправда». Вот на ваш взгляд, в сегодняшней жизни, в сегодняшних фильмах, как представлены нравственность, мораль, человеколюбие? В этих фильмах есть, да. Есть, есть такие фильмы, их много. Конечно, такие фильмы, их всего-то 11 вошло, а фильмов-то гораздо больше. И, кстати, такого рода темы, я почему-то настаиваю, и Елене Евгеньевне, вашему министру, уже не первый год говорю, чтобы все-таки они возродили программу документального кино. Потому что документальное кино, оно, может быть, даже и в большей степени бы соответствовало вот этому девизу. Потому что там больше тем, больше реализованных проектов именно на эту тему. Мало того, что документальное кино можно было бы даже активизировать именно про регион Алтайской краи. То есть, чтобы больше фильмов было, а именно об этих местах. Оно может и историческую характеру быть, и о наших современниках, и о природе, и об индустрии, и о развитии города, и о каких-то героях, о каких-то людях. Сейчас в стране очень много волнений вокруг будущего киноиндустрии. Что вы думаете на этот счет? Я думаю, мы обречены на успех вообще, потому что у нас другого выбора-то нет. Как я сейчас сказал на круглом столе, дверь-то она открылась, и она открылась ненадолго. Надо успеть воспользоваться, войти в эту дверь и быстро воспользоваться ситуацией, и приучить зрителей ходить на наше кино. Но при этом, если честно, я вообще всегда был противником того, что мы всегда, нам все время навязывали идею, мы обязательно кого-то должны догонять, догонять. То есть мы все время отстаем от тех, от других, от третьих. Но никто нам никогда не говорил, чтобы мы вообще-то выбрали путь к себе. То есть как бы вообще-то посмотрели, а что у нас-то. И это не входит в понятие гонки. То есть тогда мы ни с кем не соревнуемся. Было бы здорово запустить механизм именно, как бы, знаете, такая позиция «хорошо там, где нас нет», имплантировано было слово, словосочетание, а вот имплантировать, внедрить словосочетание «хорошо там, где мы есть». А каковы тогда перспективы провинциального кино? Кино, кино – это мощнейший инструмент управления, в самом хорошем смысле это слово, управления народу, населением страны, конкретного региона. Я думаю, что это медленный очень процесс. Главное, сейчас, на мой взгляд, могу ошибаться, конечно, но, скорее всего, так оно и есть, прошло такое некое осознание важности киноиндустрии в целом, в нашей стране. И поэтому предприняты уже такие вещи, как вот создание отдельного фонда кино, да, но это уже много лет произошло назад. Это вот то, что сейчас «Союз кинографистов» делает, фонд развития регионального кино, это кинокомиссии, система ребейтов, значит, всевозможнейшие другие источники финансирования, это фонд культурных инициатив, президентский грант, ИРИ, да, это все структуры, которые финансируют проекты, которые потом, в кончете, вливаются в кино, это стриминговые платформы. То есть много того, чего, что сейчас развивается, и достаточно быстрыми темпами. И что касается регионального кино, вот тут, на мой взгляд, я бы видел здоровую конкуренцию между регионами, когда вдруг в соседнем недалеком регионе, Красноярском крае, вы вдруг увидите всплеск кино, а у вас еще ничего нет. А как так? А да потому что там вот так вот они взяли и напряглись, напряглись и профинансировали, нашли, так сказать, молодые таланты, нашли, так сказать, интересные идеи, рассказали о каком-нибудь известном человеке, о каком-то событии, и все это сарафанным радиом разлетелось, люди посмотрели. Вот Якутия, они же вообще молодцы, супер вообще, можно их в пример приводить. Они, у них свои киногерои есть, свои, так сказать, звезды, на них ходят, покупают билеты. Кино, киноиндустрия, это игра в долгую, то есть это очень серьезная, значит, работа и много-много-многолетняя, и требующая очень серьезного отношения еще и руководства страны. То есть это нельзя оставлять на самотек. Раньше же было все просто, раньше единственным продюсером было государство, госзаказ. Сегодня продюсеров колоссальное количество, все стараются заработать деньги, при этом все гениальное кино. Но предсказать успех невозможно, никто не может предсказать успех фильма, но есть какие-то вероятности на оценки, там, максимально доходящие, по-моему, до 70%. Я как зритель только могу сказать, я люблю кино, которое, не важно, когда оно, о чем оно снято, ведь режиссер, который снимает фильм, интересно, смотри, кино, которое снято сегодня, вот, ну, в этом году, год-два, как правило, свежее, современное кино, причем не имеет значения, это кино, связанное про прошлый век, там, или кино фантастическое о будущем, важно то, что наш сегодняшний современник, да, снял, и это его мировоззрение, он с ним делится. Это его взгляд на то, о чем он снимает этот фильм, да, и мне интересно с ним, что такое кино, это общение. Пусть оно одностороннее, но оно не совсем одностороннее. То есть все равно, как бы, ты вступаешь в контакт, внутренний диалог идет, и ты, как бы, размышляешь на тему того, а в каком мире, в общем, мы живем сегодня. Потому что интересно жить здесь и сейчас. И кино, оно разворачивает это пространство, то есть нашу зашоренность именно разворачивает. Кино интересно смотреть. Кино интересно смотреть не с точки зрения, заплатил билет, взял попкорн, там, и просто провел время, просто убийство времени, а интересно смотреть программу. Интересно, почему кинофестивали интересны? Потому что отборочная комиссия собирает эти фильмы не просто так. Она собирает их по какой-то концепции. И только посмотрев всю программу, как бы, имеешь какое-то представление о том, куда ты попал.